МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Законность нормативно-правовых актов городской администрации будет проверяться прокуратурой, при том еще на стадии их принятия. В четверг было подписано соглашение о взаимодействии в правотворческой деятельности между столичной мэрией и прокуратурой Ешкаралы. Благодаря этому документу взаимоотношения администрации надзорного органа выйдут на новый качественный уровень. Подписанное соглашение существенно поможет мэрии избежать ненужных правотворческих ошибок. Смысл этого соглашения в том, чтобы возможные ошибки предотвращать на самой ранней стадии. До того, как нарушены будут права граждан, потенциальным незаконным актом прокуратура имеет теперь возможность заблаговременно сказать нам, где мы можем допустить ошибку. Поэтому мы благодарны органам прокуратуры за помощь в такой работе. С точки зрения закона федерального прокуратуры нет такой прямой обязанности органов прокуратуры осуществлять предварительно упреждающий контроль в сфере нормотворчества. Поэтому это и добрая воля, и мы на самом деле искренне признательны за подобную позицию. Я считаю, что подобный документ позитивно скажется на всех горожанах. Со своей стороны прокуратура города возьмет под пристальный контроль абсолютно все законотворческие нормативно-правовые акты. Поскольку сделано это будет еще на начальном этапе разработки различных документов, то появится прекрасная возможность четко определить порядок их поступления, очертить круг ответственных лиц и сроки их исполнения. К нам будут поступать все 100% проектов нормативно-правых актов. Соответственно, будет время уже изучить готовый проект нашими сотрудниками, по разным направлениям общенадзорной деятельности высказать свои предложения, увидеть, если, ну дай бог, чтобы их не было, те нарушения, которые могут возникнуть, то есть с точки зрения нарушения федерального законодательства, законодательства субъекта и отдельно стоящие вопросы, связанные с коррупцией и с вопросами противодействия ей, то есть антикоррупционная экспертиза. И уже отшлифовав проект, мы высказываемся и его возвращаем либо в том виде, в каком он был к нам направлен, либо со своими предложениями по изменению того или иного пункта, либо статьи в соответствующем нормативно-правом акте.